13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько напротив меня. И со своим особым мнением сегодня Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». Добрый день, Светлана. Добрый день, уважаемые слушатели. Всем приятного аппетита. Да. И на сайте эхокирова.ру есть возможность задать вопросы нашему гостю. Там фотография привлекательная очень висит. Да и так-то ничего. Не на фотографии, между прочим. Да, можно увидеть эту прямую трансляцию, которая на нашем же сайте есть. Как ничего сегодня выглядит. Николай Голиков, у него значок на груди. Да, значок. Я участвую в «Баркемпе». Да, я тоже участвую, но мне значок не достался. Ну, я был в первую очередь. Я по алфавиту. Я по алфавиту пергей. О «Баркемпе» говорили, еще поговорим на следующей неделе с Артуром Абашем, с одним из организаторов «Баркемпа». С организаторов. Ты же тоже организатор. Да, я тоже член оргкомитета, скажем так. И с тобой тоже поговорим сегодня. Но прежде всего хочу сказать, что на сайт пришли вопросы тебе, Коль. А слушать, я вам еще раз сказать, что вы можете задавать в течение нашей программы вопросы на сайте. Значит, Степан пишет. Николай, в последнем товаре «Деньги. Товар» в последнем вашем журнале опубликовано интервью с Марией Гайдар. Зачем? Она кому-то еще интересна? Ну, как минимум, мне она еще интересна, что я могу еще сказать. Поэтому, когда решение принималось, оно, безусловно, обсуждалось довольно-таки широким кругом людей. И как раз с той точки зрения, будет ли кому-то еще интересна сама фамилия Маша Гайдара. И главное, то, что она скажет. Мне было очень интересно. Потому что Мария Егоровна в своем интервью довольно-таки подробно объяснила некоторые механизмы, которые у нас в нашей власти действуют региональные. И о которых мы могли догадываться, условно говоря, да, но не могли сказать точно. Она, как сама вот человек, который через это вот прошел, довольно-таки интересно рассказала о том, как у нас устроены некоторые коррупционные, в том числе, механизмы, механизмы принятия решений. Она рассказала о команде нашего губернатора, как она складывалась, и была ли она изначально, и есть ли она. Мне кажется, это как раз очень интересно о тех, кому вообще интересно, как устроена власть в нашем городе. Ну, мне очень стыдно, и я не прочитала это в интервью. Я тебе дам потом полный текст, но только никому не рассказывай. А, то есть текст, который вышел в журнале, он не полный? Это очень большой был разговор, очень длинный разговор, поэтому он весь просто не мог войти. Только по этим причинам? Ну, и по, естественно, без политики тоже не обошлось. Что-то пришлось просто оставиться кадром, определенные фамилии. Потому что ведь она сказала на прощание интервьюеру, как? Если вам, говорит, кто-то не нравится среди вашей власти, вы можете дописать, я вам разрешаю, что Мария Гайдар по-доброму о нем отзывается. Да, а почему она это сделала? Ну, мы не воспользовались ее советом, поэтому как раз максимальное число фамилий было извлечено, убрано. Ну, для того, чтобы эти люди, которые еще пока работают на этих местах, не были репрессированы. В полном убеждении, что она здесь надолго очень персонально мембрата. Она в этом абсолютно уверена, потому что как бы ее назначение на Украину, как бы прокомментировал губернатор очень откровенно и четко, да, насколько ты помнишь. Вот, и ясно, что никто не будет приветствоваться, кто с ней контактирует до сих пор. А там в этом интервью есть какие-то сведения о том, поддерживают отношения? Да, она в том числе пишет, что по-прежнему контактирует с Никитой Юрьевичем Белым. Это вот свежий номер товара «Деньги товара». Да, да, да. Как вообще это интервью оказалось в вашем журнале? Это на самом деле все очень просто, потому что Мария Гайдар, она всегда была существом довольно-таки открытым, насколько ты знаешь, да. Вот, здесь наш кировский, так сказать, наш большой друг нашего журнала Николай Плюснин, думаю, прекрасно все его знаем в Кирове. Вот, он воспользовался приглашением украинской стороны и просто приехал посмотреть, как там все происходит. И в том числе ему захотелось встретиться с Марией Гайдар, он с нами посоветовался, так сказать. Мы сказали, конечно, да, это интересно вот после этого совещания. Он просто ей позвонил, и все произошло. И она с ним просто встретилась? Да, она с ним просто встретилась, поговорила, ответила на все его вопросы, которые он ей задавал, удобные и неудобные, в том числе, как сейчас говорят. Вот, познакомила его со своим мужем, рассказала, как она вообще живет, за счет чего там, ну, очень много всего личного. В том числе, насчет языка, ну, и прочих вещей. А насчет языка, что ли? Ну, насчет языка, вот, если ты не читал интервью, она его учит. Хотя, не знаю, сейчас, наверное, уже нет, так как буквально после нашего интервью, так сказать, в скором времени пришла весть о том, что она с этого поста отставлена. Ну, ведь она осталась? Да, видимо, осталась. Я думаю, так, что пока нет сведений, что она куда-то перебралась. Ну, вот, я не слежу пока за этим, по крайней мере. Вот. Но и про язык она интересно рассказала. Вообще, про систему общения на Украине мне очень понравился этот кусочек. Там каждый говорит на том языке, на котором ему удобно. Ну, а так как все други понимают при этом, то нет необходимости переходить на язык собеседника, да? Причем, что интересно, даже когда люди приезжают из Западной Украины, они совершенно нормально говорят по-русски. Их даже не просишь об этом, они просто говорят по-русски. Мне даже обидно, я хотела попрактиковаться в настоящей как бы мове, да? А вот они говорят по-русски. А Николай Люснин, который является автором интервьюера, он ведь был как раз в Одессе, встречался с Марией Егоровной. А какие впечатления у него от Одессы? Самые прекрасные. У него вообще, как ни странно, от Украины остались самые прекрасные впечатления. Он их излагает там постепенно кусочками, значит, у себя в блоге. Вот. Понимаешь, там получается все немножко не так, как мы думаем. Там идет нормальная, спокойная. Все ведь всегда немножко не так, как мы думаем, когда мы на расстоянии своими глазами. Да. То есть там просто идет обыкновенная совершенно жизнь, она немножко по-другому устроена. Об этом, кстати, и Гайдар говорит, и сам Николай. Вот насколько он успел познакомиться с людьми. Там немножко другая система государства, другие традиции. Но люди живут нормально, они... В общем, Голиков всячески привлекает почитать интервью с Гайдарри и почитать блоги Люснина, ничего не рассказывает конкретного. Ну, я просто не хочу пересказывать интервью Марии Егоровны, потому что, во-первых, оно есть в журнале, мы его вывесим у себя на сайте. Там, по-моему, единственный текст, то есть этого номера еще на сайте не повешен. Ну, надо же, интервью сохранять. Может быть, даже повесим чуть-чуть более полную версию. Когда вывесите? Ну, не знаю. Вот сейчас как раз закончили, журнал распространять. Ну, еще недельку дадим, потом повесим. То есть на следующей неделе интервью Марии Гайдар в интернете. Человек, подписавшийся как гражданин, спрашивает тебя, во-первых, говорит, что всегда с интересом слушает твое мнение, а во-вторых, спрашивает, насколько, на ваш взгляд, ровно проходит нынешняя предвыборная кампания в Кирове. Так и будет спокойно до сентября? Куда подевался черный пиар? Такое ощущение, что в этом году не предвидится выборов тижда благодать. Я скажу вот что. Во-первых, выборы у нас еще не начались. Они даже еще не объявлены. Мы, понятно, что все понимаем, когда это будет, что это будет. Во-вторых, на данный момент, насколько мне известно, есть определенное пакетное соглашение между федеральными партиями. Сейчас уже, если смотреть по тем округам, где более-менее известно, кто пойдет, ясно, что соревноваться никто ни с кем не хочет. То есть там, где есть сильный представитель мир от праворосов, там нет сильного представителя от коммунистов, например. Ну, в таком духе и так далее. То есть определенные договоренности есть. Кстати, я зря сказал про коммунистов, насколько я знаю, они пока в эти договоренности не вхожи. Ну, судя по тому, что на самом деле кое-какие материалы АКПРФ вот слегка темноватые появляются, все-таки не входят. Они пока еще в эту игру не вступили, да. Но я еще раз говорю, время еще довольно-таки раннее. Работа, конечно, идет, все работают. Давным-давно все работают на выборы. Это еще с осени прошлого года активно началось. Стабы сформированы. Почему нет черного пиара? Ну, просто еще не время. А во-вторых, я хочу сказать вот что. Что на данный момент как бы все полагают, что вот мы тут договорились с четырьмя партиями, там, или пятью, не знаю, с калькими. И что, вроде, так вот все и пойдет. На самом деле, я думаю, что появятся на этих выборах несколько фигур очень сильных, которые по каким-то причинам оказались за пределами партийных списков и партийных рекомендаций. И вот после этого, то уже черняк пойдет полным валом. Точнее сказать не могу, фамилии называть я не буду, хотя я знаю их прекрасно. Это довольно-таки большой список людей, которые желают поучаствовать в выборах по одномандатным округам. Поэтому я думаю, что это временное затишье. Когда эти люди, если не пройдут вот этот предварительный этап по сбору подписей и прочим вещам, то я думаю, что на них как раз вот все и покатится. — Вот Роман Титов, который здесь был буквально недавно тоже в программе «Особое мнение», он говорил, что это чуть ли не двухпартийное у нас ОЗС и Госдума ожидается после сентябрьских выборов. Ты согласен с ним? — Он говорит совершенно вещи, которые подтверждаются уже ведущими политологами и прочими. То есть Дума будет не двухпартийной. То есть будут две большие фракции. Будут две большие фракции. Это фракция «Один Россия», безусловно, и фракция КПРФ. И вероятнее всего будут, скорее всего, как предполагается, будет небольшая фракция ЛДПР, потому что Жириновского никуда деть нельзя. Пока он жив, эта партия будет занимать свои места в Госдуме. И, вероятно, хотя многие считают, что нет, будет небольшая фракция с праворослой. Никаких пятых партий, вот поэтому по предварительному соглашению, скажем так, не предполагается. — А справедливая Россия почему так сильно потеряла свою позицию? — Я не могу этого сказать. Но если эти решения, я просто не знаю, если эти решения идут где-то на уровне Москвы, вероятнее всего она создавалась как партия, которая должна была немножко укусить КПРФ, то есть как такая социал-демократическая такая партия, умеренная социалистическая партия. Но, похоже, укусила она не тех, кого нужно, и стала отбирать голоса как бы у своих хозяев, скажем так. Поэтому проект признали, видимо, неудачным и будут его сворачивать. А коммунисты, да, они получат большую фракцию, но, конечно, большинство им не даст. Я думаю, вот так будет. — Продолжайте посылать свои вопросы Николаю Горькову на сайте ихокирова.ру. Я их буду озвучивать в течение программы. Это особое мнение. Через две минуты вернемся. — Продолжается программа «Особое мнение» у микрофона Светланы Занько. И свое особое мнение высказывает Николай Горьков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Топар». Я хочу попросить тебя прокомментировать слова премьера Медведева, который он произнес на встрече с активом партии «Единая Россия» в Иркутской области. Сказал он следующее. Сказал очень хорошую вещь. В России не должно остаться позорного ветхого и аварийного жилья. — Ты права, что это совершенно хорошая вещь, правильные совершенно слова, правильная мысль, и, насколько я знаю, совершенно хорошая программа, которая была создана по ликвидации аварийного ветхого жилья, которую курирует у нас фонд развития ЖКХ, если не ошибаюсь. Но у нас же, понимаешь, след... Я не знаю даже, стоит ли это говорить, какое отношение слова имеют к делу, которое происходит. Потому что вспомни то, что у нас происходит с теми домами, которые строят по программе переселения. То есть у нас на самом деле просто множат число аварийного и ветхого жилья, причем за государственные же деньги. Поэтому вот когда Медведев говорит такие слова, а ты вспоминаешь вот эти вот картинки, которые ты видел по тем домам, которые строят в этой программе, то возникает вот тот самый диссонанс. Диссонанс. И как бы очень хочется поддержать Медведева, да? Но получается, что все у нас получается как всегда. Вот, к сожалению. Так что что тут можно прокомментировать? Надо контролировать процесс. Надо контролировать процесс. А он неконтролируемый. И посланцы у Владимира Владимировича как раз контролируют и показывают, какой жилье устроится. Я имею в виду активистов общероссийского народного фронта. Да, потому что если бы не было вот этой структуры, которую многие там, конечно, называют там и опричниками, как угодно, но тем не менее, как бы их не называть, вот свою функцию они сейчас выполняют великолепно. Потому что если бы не они, то, может быть, людям бы и пришлось бы жить в этих лачугах. И причем бы все отчитывались еще, что мы там улучшили благосостояние, хотя на самом деле там как раз улучшение не происходит. Еще одна тема, на которую хотелось бы разобрать. Уж не знаю, насколько глубоко ты как нож или просто скажешь пару слов. Но тем не менее, я думаю, что это важно. Повторное рассмотрение дела по Парку Победы начинается в этот четверг, завтра буквально. Заседание будет в Октябрьском суде. Это для тех, кто решит пойти и послушать, потому что оно открыто, насколько я понимаю, и могут люди участвовать в этом заседании. Весной прошлого года городские власти продали более 4 гектаров, напоминаю тем, кто не помнит, Парковой земли Кировскому заводу оходчивого и рыболовного снаряжения за 350 тысяч рублей при кадастровой стоимости участков 2 миллиона. По требованию прокуратуры это решение в первой инстанции было отменено, но теперь признано незаконным. Потом, насколько я понимаю, арбитражный суд, да? Областной. Областной суд. Я, честно говоря, не помню. Решил отменить, да? Областной, по-моему. И теперь в Октябрьском суде решается окончательно этот вопрос. По линии судового общего реликса идет, да. Бракуратура считает, что участок не мог быть выставлен на торги, так как он относится к землям общего пользования, и стоит на том, что сделка была незаконной, и отстаивает эти земли. Тем не менее, суды принимают такие противоречивые решения. Что будет дальше? Что произойдет в четверг? Каким будет окончательное решение? Это очень трудно сказать, потому что суды у нас иногда принимают довольно-таки неожиданные решения с точки зрения, вот как мы понимаем ситуацию, да. То есть, вот как я понимаю ситуацию, это сделка совершенно незаконная. Это мое мнение, да, вот то самое особое мнение. Я думаю, оно не сильно отличается от мнения многих людей. То есть, это участок парковой территории, это исторический участок парковой территории, на чем настаивает прокуратура, да. И я, честно говоря, не очень понял, почему областной суд это решение отправил на пересмотр. Как оно будет пересмотрено, я не знаю. Но видишь, вот сама эта сделка по парку победы, она вот как раз относится к числу вот этих вот вещей, которые я называю некими непубличными соглашениями нашей городской администрации. То есть, это вещи, которые решаются кулуарно, без обсуждения, без публичности. Какие-то договоренности достигаются в кулуарные, которые потом администрация города вынуждена выполнять. Вспомнит уже историю с центральным рынком, за которую бились там после трех уже уровней судов, еще говорили, что будем биться дальше, сейчас успокоились. Это некоторое обязательство, которое взяла городская администрация, которое она должна исполнить. И если ей в этом мешает там суд или что-то, то предпринимаются попытки на этот суд каким-то образом влиять. Я думаю, довольно-таки сильные попытки. И не только со стороны администрации, а и со стороны приобретателя, то есть со стороны завода вот этого, точнее Леонида Ефаркина, скажем так, который владеет этим заводом. Поэтому чем закончится этот суд? Как склониться вот от чаши нашей фемиды? Предположить трудно. Ну, вспомни, перед прошлым судом, когда было отменено решение о незаконности продажи участка, был слив и в интернете, в частности в блоге Виталия Брама, и не только у него, был выложен некий документ, он никем не подтвержден, но по своим источникам, в котором было сказано, что главы нашего города встречались с судьей, и предположительно по этому вопросу, и мало того, там было написано, что будет отменено решение о незаконности продажи участка, что и случилось буквально там на следующий день. Сейчас ничего такого не происходит. Видишь, Свет, дело в том, что такого рода вопросы предсудебные, они могут иметь двоякие эффекты. Нетрудно состряпать такой документ, я не говорю, что это документ подложен, но его нетрудно состряпать. Да, конечно, в этом документе не было там ни печати, ни ни у нас. И, соответственно, нетрудно предположить судью, который видит, что на него оказывается давление вот именно с этой стороны. И таким образом тоже, кстати говоря. Да, да, и то есть вполне возможно, что при принятии решения, а судья это в первую очередь человек, и когда есть варианты принятия решения, вот это вот предсудебное давление, оно может сыграть в другую сторону, в противоположную. Потому что... Что могло и произойти, ты считаешь? Что вполне могло произойти, да, при вот на уровне принятия решения. Поэтому вот эти вбросы, они совершенно сами не нужны. Это некая провокация, которая оказалась неудачной, я считаю. То есть сейчас мы не знаем, что произойдет? Мне кажется, это лучше. Потому что то, что глава города встречается там с кем угодно и с судейской, так сказать, коллегией, да, это нормально, почему бы им не встречаться? И есть о чем поговорить, и в том числе, может быть, и об этом. Но разговоры за пределами суда это одно, а решение, принимая судью, это другое. Поэтому я бы так прямо говорить не мог. Да, конечно, все пытаются повлиять на это решение, но судья его примет, я не знаю, какое завтра. А как ты думаешь, ожидается ли на этом судебном заседании какое-то большое или среднее количество жителей, которые выходили на митинги, в защиту парка? Я думаю, что определенное представительство там будет. Там ведь не надо много людей на сути, это же не митинги. Там нужны люди, которые могут потом другим это рассказать, как это было, просто транслировать содержимое, участвовать в заседании, они их не могут все равно, они просто зрители. Вы будете участвовать? Нет, нет, я, к сожалению, завтра буду за пределами города. Следующий вопрос. Этот вопрос касается комиссии, которая была создана на базе Общественной палаты Кировской области. Это история с народным контролем. Значит, секретарь Общественной палаты Дмитрий Курдюмов чуть ли не ежедневно в своем фейсбуке, кто не подписан, можете подписаться и посмотреть, чуть ли не ежедневно выкладывает результаты голосования, которые происходят на сайте Общественной палаты, там прямо в центре большая плашка, я вижу, что голосование идет Общественный контроль ремонта дорог, если вы на нее нажмете, вы увидите итерактивную карту ремонта дорог, можете выбрать дороги для ремонта, региональная группа Общественный контроль, это новое, что-то появилось, это состав этой группы, база данных ремонта дорог, вот это все появляется сейчас на сайте. Вот он выкладывает голосование граждан по ремонту дорог. Мой вопрос следующий. Как тебе вообще вся эта история с народным контролем за ремонтом дорог? И что ты думаешь о составе комиссии, я могу тебе перечислить людей, если ты не помнишь. Там 9 человек, по-моему, да? И назвать перспективы, и оценить перспективы работы этой группы. Вот что интересно, здесь же в студии мы беседовали, с Андреем Ученком мы беседовали, во-первых, который руководит этой группой, насколько я помню. Да, все верно. Мы здесь также беседовали с Альбертом Запольских, который, собственно говоря, возглавляет наш Дорожный Департамент, и там и там мы обсуждали тему вот этого народного контроля. Причем, что интересно, вот мое мнение, скорее совпадает с мнением главы Департамента Дорожного, что общественники проконтролировать качество ремонта дорог не способны. Это дело очень узкого числа профессионалов. А этих профессионалов настолько немного, что при данном масштабе их просто не хватит. И поэтому придется доверять тем контролирующим органам, которые каждый год это контролируют. А что мы видим каждый год по весне, я рассказывать уже не буду. Самое, опять же, интересное, что хочу сказать, точнее, я уже сказал самое интересное, это тоже интересное, когда я спросил Андрея Леонидовича Усенко, а почему вот в качестве оценки работы этой комиссии вы не называете качество дорог следующей весной? Он совершенно откровенно сказал, что это как бы функция этой комиссии-то и не входит. Мы должны проконтролировать там на этапе объявления конкурсов, на этапе каких-то заключения договоров, мы можем проверить какие-то договоры поставки и что-то еще, но гарантировать, что вот этот общественный контроль улучшит качество дорог реально и на следующую весну они станут лучше. Он сказал, что это бы, конечно, хорошо бы было. А смысл? Сама комиссия этого, вот они как цель свою такую, они не декларируют. А тогда в чем цель? Потому что, я думаю, они так же прекрасно понимают, что хоть мы все немножко смыслим в дорожном строительстве, но вот сказать то, что этот мужик на лопате кладет на землю, какого качества этот асфальт, никто из нас не сможет. И какого качества вот эта вот подложка под этим асфальтом, да? Потому что все проконтролировать нельзя. Поэтому я думаю, что к общественному контролю нужно относиться... Вообще общественность должна участвовать во всем, я согласен. Но контроль должен быть профессиональный. Я привожу в пример... Я правильно тебя понимаю, что ты считаешь, что ситуация с дорогами в следующем году, весной, когда встает снег, будет точно такая же, как в этом году? Я в этом почти уверен. Потому что еще раз говорю, вот я просто приведу пример Киро-Чпецкого химкомбината, который дал городу 50 миллионов на ремонт дорог. Они не говорят про общественный контроль. Они говорят, что все будет проконтролировано в нашей заводской лаборатории. Мы дали деньги, мы каждый квадратный метр проконтролируем. Вот там я доверяю этому контролю. А когда 9 человек-активистов, ну еще там, предположим, 20 человек, будут ходить смотреть там, то ли чел, сделал человек... 13 человек, не знаю пока точно, там, по-моему, они принимают всех желающих, кто желает. И даже объявили приз лучшему контролеру, да, участок земли, насколько я знаю, да. Вот, ну, я вот, мое мнение, что вот в данной постановке, как бы, вот такого-то общественного контроля, он будет недееспособен, я так считаю. То есть, дай бог, они, по крайней мере, на уровне аукционов, на уровне договоров, хотя бы порядок наведут, по уровню цен, что немаловажно, да. Но по качеству самого покрытия... Но если бы они это поставили и продекларировали, что они стремятся к тому, чтобы качество дорожного покрытия в следующем году, в результате их работы было лучше, они бы что-то смогли для этого сделать? И это, в принципе, невозможно. Нет, это невозможно, потому что даже когда приезжают люди на объект, показывают, как строится дорога, вспомню, дорогу на Слободской, когда строили, приехало начальство очень много, журналистов очень много, пригнали очень много техники, я потом просто смеялся, потому что пригнали технику к дорожному строительству, не имею еще никакого отношения, но зато ее было много, и она вся работала, да. Зачем-то эти своебойные машины работали на участке дороги, но все работало, все говорят, ой, работа идет. Вот. И вот говорят, вот у нас вот уральский щебень, да, а в сентябре этот щебень потек белым цветом. Уральский щебень так не течет, а только и советский щебень так течет. Понимаешь, Свет? А отличить его вот так вот, взяв руки, знаешь, вот как раньше агрономы возьмут, потом колосок и говорят, какой за мной будет. Кто это способен сделать? Только очень серьезные специалисты. А их там не было в данный момент, они никому там были не нужны. То же самое будет и здесь. Кто отличит такой-то щебень от такого-то, гудрон такой-то, битум такой-то от битума такого-то? Если Лукоил, наш самый ближний производитель качественного битума, говорит, что из Кировской области заявок на качественный битум не поступает, то о чем мы говорим? Значит, будет снова такой же некачественный. Хотя, возможно, в документах он будет обозначен как Лукоиловский. Ну вот такой прогноз на весну следующего года дает Николай Голиков. Дороги потекут, говорит он, на этом мы прерываемся. Ну не потекут, они просто такие же будут, то ям это канала, как обычно. И снова скажут, что это природа у нас такая. Прервемся, да, на две минуты, скоро вернемся. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Заникоя. Своё особое мнение высказывает сегодня главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков. В Чепецке вход на спортивную площадку, построенный в рамках проекта поддержки местных инициатив, сделались платным. Это вот, знаешь, в копилку программы, по которой мы так скучаем. Жители Кирова-Чепецка, это я сейчас цитирую по сайту наблюдатель, обнаружили, что боскетбольная площадка, построенная год назад в городском парке, стала платной. Причем построена за счет средств программы поддержки местных инициатив. То есть за счет средств населения. Совершенно верно. Там вывешено расписание, желающие позаниматься спортом с 18 до 23 часов должны заплатить. Причем цена за вход далеко не символическая, и я согласна с этим утверждением, 300 рублей. 300 рублей, да. С 18 до 23. То есть, вероятно, будет... В то время, когда взрослые люди, собственно, могут заниматься спортом и физкультурой. До этого они работают. Да, в 18, скорее всего, она открыта, эта площадка. Там детишки могут бегать, наверное. Вот. Горожане возмутились, как пишет, тут цитируя, видимо, Чепецкий ресурс, чепецк.ру, наблюдатель. И правильно ли возмутились, ты считаешь? Совершенно справедливо, потому что это... Самое, что Остап Бендерский, если воробьяни, ну, помнишь, собирали деньги, чтобы провал не слишком проваливался. Вот то же самое и здесь. То есть, упавшее с неба, то есть, за счет средств населения, за счет их инициативы построенная площадка. Понимаешь, ну, что угодно, только не это за вход, деньги брать, да? Вот. Я так понял, что это самодеятельность там Центра культуры и спорта, или как он там у них называется, точно я не могу вспомнить. Вот. Деньги нужны, бюджетным учреждениям деньги нужны, их же всех заставляют зарабатывать собственные средства, да? От этого зависит их благосостояние. Вот. Ну, поэтому они, как бы, по примеру нашего великого комбинатора, тоже решили, вот, площадка, о чем нам с нее не брать по 300 рублей. А скажи, пожалуйста, а что в этом плохого? Насколько я знаю, для городских властей это было изумление, некоторое удивление. А скажи, что в этом плохого? Если по программе поддержки местных инициатив, в том числе, там, я не знаю, жители и бюджетные учреждения, кто-то там скидывался деньгами, и для детей она открыта, и, может быть, для всех детей это открыто, и до 23 часов, толком непонятно, мы с тобой туда не ездим. Что плохого, если это будет выглядеть как некий социальный бизнес, например, и там с 18 до 23, для того, чтобы поддерживать эту же площадку в нормальном, достойном состоянии, ведь откуда брать деньги на ее поддержание? Вход будет платный. Ну, не 300, я согласна, 300 рублей в час, это уже чересчур, потому что 300 рублей иногда месячный абонемент в некоторых спортзалах подвальных стоит. Но, тем не менее. Нет, я считаю, что сама идея проекта поддержки местных инициатив, она ведь к чему сводится? Что вот мы строим площадку, сами ее строим, сами строим для себя. И если кто-то и будет собирать с этой площадки деньги, то это те люди, которые ее построили, то есть участники этого проекта. Насколько я знаю, они сами сильно изумились, когда увидели вот эту вот цифру 300. Потому что как бы изначально, надо посмотреть еще интересную документацию, когда был сам по себе проект, создавался, и вероятнее всего она была именно как создавалась, как общедоступная и бесплатная. Иначе бы никто и не стал скидываться для того, чтобы кого-то там кормить. Понимаете? Так что это абсурдно, это были такие вещи, я еще раз говорю, это просто попытка, ну так это, втихую проскочить, а вдруг начнут платить, и нам опять же поддержка дарит. Хотя понятно, что ухаживать за ней нужно, все, но эта площадка находится на содержании муниципалитета, и у муниципалитета не должна быть динута. Окей, следующая интересная статистика. Контрольно-счетная палата Кировской области нас осчастливила ею. Сообщает о том, что в ходе проверки были установлены многочисленные нарушения и недостатки, которые были допущены при строительстве детских садиков. Причем такие серьезные, серьезные финансовые нарушения. Там 607 финансовых нарушений. На общую сумму 474,5 миллиона рублей. Светлана, я хочу уточнить, там всего, речь идет о полутора миллиардах, которые были выделены, так вот каждый третий из них рубль получается, каждый третий рубль был потрачен с финансовыми нарушениями. И вот это вот как раз от чего волосы встают дыбом. Да, и кроме того, мало этого. Там ведь еще принялись серьезными недоделками. Они пишут, что они приняли в попыхах, торопясь, серьезными недоделками. Вот скажи, пожалуйста, после этого мы получаем в наши почтовые ящики, неоднократно здесь уже на нами обсужденную брошюру от «Единой России», где они отчитываются о том, какое количество садика было построено там. Ну, они же не ошибаются в количестве. Они же пишут, да, столько количества. Такое-то было, они не врут, цифры приводят правильные, придраться к ним нельзя. О качестве никто не вспоминает. О том, что эти садики работали без лицензии длительное время. И было просто, знаешь, как-то даже не по себе, когда там, не помню, в одном из северных районов, по-моему, это было Матнинский или Кирс, не могу точно сказать, могу перепутать, приезжал губернатор на открытие нового детского сада, который очень долго строили. А потом оказалось, что садик сразу закрыли, потому что нет лицензии. Понимаешь? Вот, понятно, что лицензию нельзя получить, пока садик не достроен. Но в таком случае нельзя и детей запускать, пока нет лицензии. Это же опасно для жизни. Так ведь? Вот. А все это сводится к чему? Потому что, вот мы уже говорили, в том числе с Андреем Леонидовичем Усенко об этом, вот по системе нашей конкурсной, проведения конкурсов, они у нас максимально затягиваются. Потому что, когда вот эта затяжка происходит, у подрядчика остается довольно-таки мало времени на строительство, и он вот свое неумение строить, нежелание строить хорошо оправдывает тем, что очень короткие сроки. Ребят, извините, сроки короткие. И я думаю, что в этом заинтересованы как бы все стороны, потому что потом снова идут деньги, да, на ремонт, соответственно, и так далее. Неважно, откуда они появляются, по этим домам, которые строятся, и по детским садам. То есть требуется доп. деньги. Это значит, снова подрядчики, снова всем хорошо, радостно, деньги отъедут шевелятся. Это на самом деле ужасная совершенно история. Хотелось бы, чтобы сейчас люди, возглавляющие и Единую Россию, и муниципалитеты, в которых построены такие некачественные детские садики, которые отчитались о том, что вот посмотрите, сколько мы хорошего понастроили, взяли и как-то выступили после отчета контрольно-счетной палаты, и сказали, что они с этим будут, что они лично проконтролируют, и что больше никогда не допустят и прочее. Я не могу сказать все, что угодно, в принципе, слово, но воробей как раз оно улетит, и больше его никто уже обратно не ловит, к сожалению. Я же даже вот без этого отчета, когда читаешь, в городе Советский открыли новый детский садик, но до него люди не могут доехать, там нет дороги. Понимаешь? Они бы и рады в этот детский садик своих детишек возить или отводить, но там нет дороги, автобусы отказываются ездить. Автобусник согласен, ну, перевозчик согласен возить, ну, по этой дороге нельзя ездить автобусом. Понимаешь, ему жалко свою технику. Так зачем тогда рапортовали об этом детском саду? Ну, если к нему нельзя добраться, да? И вот как раз вот об этом отчет контрольно-счетной палаты, что где-то нет лицензии, где-то огромные недоделки, где-то что-то еще, а деньги-то потрачены какие-то полтора миллиарда рублей. И из них каждый третий с финансовыми нарушениями, это кошмар. И вот эта же система как раз закупочная, я почему вспомнил Усенка, он же говорит, что рядом с нами находится республика Коми. И почему-то, когда у нас еще даже не думают объявлять конкурсы, там уже ремонтируют дороги, сухая погода, май, отличная погода, они все уже ремонтируют. У них такая же точная система, тот же самый закон действует. Понимаешь? И что, и где там корень зла? Что как раз наводит на мысль, что он, Усенка, как раз, Усенка не делает таких заявлений, он человек... Он не говорит, что есть корень зла. Да, я вот утверждаю, что есть корень зла, и считаю, что это происходит искусственно. Именно с теми же самыми целями, с какими у нас плохо ремонтируют дороги, чтобы на следующий год снова получить подряд. Продолжается программа «Гол и весел». Особое мнение в исполнении Николая Горького. Следующая новость просто тоже такая, такого же формата. Она меня просто сразила на повал, я никогда не задумывалась. Но тут у нас Дарья Пузлеева, наша коллега, собирает макулатуру и всё сдаёт, радея, значит, о том, куда же она уходит, видимо, вспоминая о своём пионерском прошлом. Жители Слободского района собрали 630 килограммов макулатуры ради прекращения строительства свалки в Осенцах. Эти 630 килограммов макулатуры на сумму 2500 рублей оказались собранными. Вот меня даже не то... Я сначала, конечно же, обратила внимание на то, что вот какую интересную акцию они придумали, чтобы что-то там защитить. Но когда я увидела... Сколько стоит макулатура? ...стоимость почти тонны макулатуры, я, честно говоря, что называется, выпала в осадок. Макулатура сейчас очень дешёвая, я как человек, издающий печатное издание... Коля, это вот... Соответственно, в том притоке вторичного сырья, которое было раньше, бумага, она уже идёт потом уже на обёрточные какие-то вещи, да, сейчас обёрточные бумаги требуются гораздо меньше, бумажные пакеты никак не могут снова внедрить в сознание людей, что они экологически выгодны. Это шло там, условно говоря, на туалетную бумагу, куда-то ещё. Сейчас это производство довольно-таки сузилось, поэтому спроса на макулатуру нет, принимают её меньше, и цена, соответственно, падает. Но, тем не менее, обратил внимание, да, что даже вот... Всё-таки вот ты правильно заметил, как они здорово развернули ситуацию. То есть как бы в поддержку одной позитивной социальной акции они ещё провели другую, опять же, позитивную социальную акцию. Они сдали макулатуру, в том числе освободив от мусора свои родные вахруши, да. А в следующий приём они ещё будут полиэтилен принимать. Понимаешь? И как бы вопрос вот... То, против чего я выступаю всегда, это, знаешь, какие-то там организованные субботники, что-то ещё, здесь происходит совершенно инициативно. То есть люди для какой-то своей цели, за которую они готовы даже поработать там и всё-таки всё, очищают, заодно ещё и родной посёлок, понимаешь? Это же здорово просто. Молодцы ребята. А цену на макулатуру, конечно, да. Я, как ещё раз человек, имеющий дело с печатными, с бумажными изданиями, я с этим сталкиваюсь, мне бывает очень обидно, когда красивые издания, превращаясь в макулатуру, вдруг... Это же надо собрать тонну макулатуры, чтобы сдать и купить одно хорошее издание книги. Ну, или две попроще. Ну, да, по цене хороших книг где-то так уже и есть. С другой стороны, вот в нашей школе, где наши дети учатся недавно, тоже дети собирали макулатуру, да? Они тоже достаточно много собрали, да? Купили мячики для школы. Я не знала. Да, а вот я был на линейке, где как раз награждали лучших. И, то есть, для школы, да, это, ну, всё равно акция полезная получилась. То есть, те вещи, на которые у нас в школу наша не богаты. И те же мячи, волейбольные, футбольные, они никогда не были. Я на линейке не была, я вспомнила, почему меня не было в городе. А то как-то даже обидно стало мне. Так что, это хорошо, что эти акции проходят даже при такой цене. Будем следить за вот такими активными гражданами. Это очень интересная инициатива, действительно. У нас остаётся буквально полторы минуты, и я хочу, чтобы ты ещё раз сказал про Баркэмп. Что и зачем это я украла у Наташи Барановой, которая пишет о Баркэмпе. Пару слов скажи, пожалуйста. Будет ли нам сказали, что было выслано приглашение к губернатору? Есть ли ответ? Я не знаю насчёт приглашения к губернатору, потому что, как бы, вообще формат Баркэмпа не предполагает личных приглашений людям, которые не выступают там в качестве выступающих, скажем, в качестве экспертов или лекторов. Насколько я знаю, правительство области будет представлено на Баркэмпе, то есть там будут люди из правительства. Это люди, которые касаются, собственно говоря, темы вот этого нашего мероприятия, то есть как оно у нас называется, как услышать голос народа, как сделать бюджет для чиновников бюджетом для людей. То есть люди, которые занимаются проектом ППМИ, будут присутствовать. Они не будут выступать, потому что это площадка всё-таки для общественности больше. Но они будут открыты для общения, они могут давать какие-то консультации, какие-то пояснения и так далее. То есть никакого противостояния, скажем так, с властью в данном Баркэмпе нет и быть не могло. А будет время, если у Никиты Юрьевича приехать, пусть приезжает, адрес всем известен, так, кстати, ему будут только рады. И вообще всем будут рады. Так назови адрес, пожалуйста. Это у нас происходит, ну, как я назову, там нет адреса улицы дома, эта площадка называется Янтарный Бор, это где-то порядка 15 километров от первой стороны Боровицы, да? Ну, будут указатели, всё можно найти на очень многих сайтах, эта информация сейчас уже есть размещена. Поэтому как бы вот... Я не могу карту нарисовать по радио, к сожалению. Первая, первая такая открытая площадка для общения всех, не только журналистов, там всех здесь интересуют. Никого абсолютно там, как журналистов, никто специально не приглашается в качестве журналистов, потому что это мы делаем не для какого-то там паблисити, мы это делаем просто для того, чтобы люди смогли пообщаться. На обозначенную тему. То есть числа? Это у нас будет 18 и 19 июня, начнётся всё, будут автобусы с театральной площади, значит, в 12.30 и в час 30 будет два автобуса, которые довезут до места, если кто-то не имеет своего транспорта или велосипеда, условно говоря, потому что можно доехать на велосипеде, прекрасно. Это будет палаточный лагерь, это будут две совершенно независимые между собой площадки для общения, на одной будет официальная тема обсуждаться, на другой любые вообще произведенные. Будет много мастер-классов, будет много... Даже театр будет... Запреты? Запреты на алкоголь в дневное время, конечно, будут, на разведение костров, безусловно, тоже, потому что противопожарная безопасность. Будет охрана, как положено. Всё только на пользу. Спасибо. Это было особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар». Я, Светлана Заня, попрощаюсь с вами. До свидания. До свидания. До свидания.